Сегодня я хотел бы поговорить об удивительном человеке, Роберто Оросе Ди Бартини, или Роберте Бартини. Таким стало его русифицированное имя. Этот человек, итальянский эмигрант, во многом определил лицо Советского Союза, как лицо самой ведущей в мире державы в области авиации и космонавтики. Кроме того, он внес большой вклад в формирование нового и очень интересного мировоззрения, ноосферного мировоззрения. И этот вклад по всему даже существенно больше, чем вклад известных людей, которые над ним работали. Эдуарда Леруа, Теяра де Шардена, Владимира Вернадского, ученых-космистов. Он создал новую модель Вселенной, так называемую шестимерную модель Вселенной. И он, естественно, дал этому очень серьезное научное обоснование. И, в частности, он доказал ни больше, ни меньше, что, исходя из этой модели, возможны путешествия во времени. Кроме того, видимо, он возглавлял в Советском Союзе такое тайное общество диск, в которое вошли очень многие советские писатели, составляющие цвет, что советской, что мировой литературы. Вот их предварительный список. Вернее, приблизительный список. Он восстановлен супругами Бузиновскими на основе анализа их творчества. В своей книге «Тайна Воланда». Максимилиан Волушин, Владимир Маяковский, Александр Грин, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Сигизмунд Кржижановский, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Евгений Шварц, Иван Ефремов, Лазарь Лагин, Николай Носов, Генрих Альтшулер. Он писал под псевдонимом Генрих Альтов. Юрий Довушин, Александр Полищук, Петроний Аматуни, Илья Ильф, Евгений Петров, Владимир Набоков, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Александр Волков. Это писатели, благодаря которым в мировой литературе образовалось такое уникальное и не имеющее аналогов в истории явление, как советская фантастика. И если перефразировать слова тоже члена диска Михаила Булгакова, автора «Мастера Маргариты», то думаю, что это явление еще принесет сюрпризы. И очень интересные сюрпризы. Это общество вынуждено было быть тайным далеко не от хорошей жизни. Дело в том, что из концепции Бортини вытекало, что коммунистическая теория неверна. Более того, из нее вытекало, что неверна и вообще материалистическая концепция, материалистический взгляд на мир. Концепция Бортини строилась на концепции реинкарнации. То есть он утверждал, что смерти нет. И утверждал это на основе науки. И это, кстати, далеко еще не самое удивительное его теории. Сегодня биографию Бортини, а также оставленное им наследие, изучают уже очень много, если надо. И их выводы буквально ошарашивают. Многие из них и далеко не на пустом месте утверждают, что такой человек, как Бортини, не мог принадлежать к нашему миру. Он слишком много знал того, что человеческая цивилизация была на тот момент неведома. Более того, многое из того, что Бортини успел озвучить, и сейчас еще не доказано наукой. Но ученые уже поняли, что это все нужно исследовать. И исследовать очень серьезно. Кто он был, это, безусловно, очень таинственная личность. Но вот давайте для начала посмотрим краткий сюжет об этом. Его называли самой таинственной и выдающейся личностью 20 века. Вторым Теслой и русским Леонардо. Гением предвидения и визитером из пятого измерения. Роберто Коррес де Бортини, человек-легенда. Авиаконструктор, опередивший свое время. Идеи Бортини, они все в будущем. Они не реализованы пока, даже на 10%. Как я сказал, в биографии Бортини очень много белых пятен. Тоже давайте, не буду много говорить, давайте для начала посмотрим сюжет о детстве Бортини. Роберто родился на Адриатике в 1897 году. В семье губернатора провинции Фиуми, Хорватия. Барона Людовико Орос де Бортини. Его мать, молодая дворянка, состояла во внебрачной связи с Людовиком. И, родив ребенка, подкинула его садовнику барону. В доме садовника подкидыш прожил три года, пока не попался на глазожение хозяина. Дона Павлова была бездетна и уговорила мужа взять на воспитание маленького Роберто. Так барон усыновил собственного сына. Это был удивительный ребенок. Он мог рисовать обеими руками одновременно. Свободно говорил и читал на шести европейских языках. Увлекался спортом, физикой, математикой. Сочинял стихи, играл на фортепиано. Говорили, что еще в раннем детстве у него проявились телепатические способности. Он отвечал на вопросы взрослых прежде, чем че успевали произнести их слов. Барон дал своему сыну блестящее образование. Никогда и ни в чем не отказывал. Роберто увлекся астрономией. Отец оборудовал для мальчика собственную обсерваторию. Заинтересовался авиацией. Подарил сыну аэроплан. Нужно также отметить, что еще в детстве Бартини очень полюбил самолеты. Полюбил авиацию. По сути, это стала первая любовь в его жизни, которую он потом пронес через всю свою жизнь. Но что здесь, конечно, следует отметить? Жизнь всегда вносит свои коррективы. Внесла она и достаточно жесткие коррективы в жизнь Бартини. В 1914 году началась Первая мировая война. Бартини пошел в офицерскую школу и в 1916 году попал в плен. Попал в русский плен во время Брусиловского прорыва. И был отправлен в лагерь под Хабаровском. Нужно отметить, что это тоже сыграло огромную роль в его жизни. Там он встретил вторую свою любовь настоящую. Любовь к коммунистической идее. Он там познакомился с коммунистами. И эта любовь тоже прошла через всю его жизнь. Я сказал, что ноосферная теория не коммунистическая. Это так. Но дело в том, что Бартини просто доработал коммунистическую теорию. Улучшил ее. И поэтому в ноосферной теории толкования Бартини из коммунистической теории взято все самое лучшее. В 1920 году он вернулся в Италию. Ну и понятно, несложно предположить, что в 1921 году он стал членом итальянской коммунистической партии. Давайте, впрочем, тоже посмотрим сюжет об этом. В революционной России Роберто Орожди попал под влияние большевистской пропаганды. Идеи марксизма увлекли молодого человека. После освобождения из русского плена и возвращения на родину Роберто отказался жить в доме отца и пользоваться его привилегиями. Был разнорабочим, разметчиком, шофером. Это не мешает ему поступить в Миланский политехнический институт и получить фундаментальное образование. За два года закончил воздухоплавательный факультет Миланского политехнического института и получил диплом авиационного инженера. Когда умер отец, Роберто получил в наследство дом в Риме и 10 миллионов долларов. И тут же передал все это международной организации помощи борцам революции. В 23-м году жизнь коммуниста-нелегальщика Бартини оказалась под угрозой. Исполком Коминтерна предложил молодому инженеру уехать в Советскую Россию. Перед отъездом Бартини дал своим партийным товарищам клятву. Всю жизнь, всеми силами своими содействовать тому, чтобы красные самолеты летали быстрее черных. Ну вот посмотрели мы эти два красочных киносюжета. И что теперь должен сказать я со своей стороны? Как человек, привыкший смотреть на все критично. Все это не очень похоже на правду. Скажем так, не очень похоже на правду. Почему? Вдумайтесь. В 1920-м году Бартини только вернулся. Дальше. Он всего за два года успел закончить. Один из самых престижных вузов в Европе. Раз. Летную школу. Два. И кроме того поучаствовать в подпольном движении коммунистической партии причем не где-нибудь, а в боевых группах. Конечно, Бартини был гением. С этим сегодня спорить глупо. Но на мой взгляд это слишком даже для гения. Дальше все еще запутаннее. Как сказано в сюжете в 1922 году в связи с приходом к власти в Италии Муссолини коммунистическая партия приняла решение коммунистическая партия противоречивая сюжет. В 23-м доставкой Красного Барона в Советский Союз занимались агенты Коминтерна. Сначала они вывезли его из Миланы в Берлин, затем переправили в Варшаву и уже оттуда в Петер. В Берлине операция чуть было не сорвалась. Агенты Муссолини выследили Красного Барона, на него было совершено покушение. Тяжело раненый Бартини перенес клиническую смерть, но выжил. Впрочем, сам он историю своего бегства из Италии рассказывал несколько иначе. Говорил, что просто угнал самолет, да и улетел в Польшу, а оттуда пароходом приплыл в Петроград. Правда, это уже был не барон Роберто Орес де Бартини, а русский инженер-авиаконструктор Роберт Людвигович. Но что бы там ни было, работа Бартини в СССР это, безусловно, работа настоящего гения в области авиации, космонавтики и теоретической физики. Так сложилось, что работу свою он начал с маршалом Тухачевским. И работал он с ним достаточно долго. И в 1938 году, после ареста Тухачевского, ему это припомнили. Припомнили достаточно сурово. Он оказался в тюрьме, стоял даже вопрос о его расстреле. К счастью, его не расстреляли, но после этого он продолжил работу в Сталинской шарыне. Самое впечатляющее в этой работе, пожалуй, следующее. В 1942 году Бартини имел разговор с самим Берия. И Берия ему сказал, что если он разработает истребитель, намного превосходящий по скорости истребителя фашистской Германии, то его отпустят. Бартини согласился. И он разработал такой истребитель. Истребитель Р-114. Чертежи этого истребителя сохранились. Бартини сделал вывод, и обоснованный вывод, что этот истребитель будет опережать скорость звука два раза. И вот здесь именно наглядно и проявляется то, что он, похоже, владел знанием. На тот момент человечеству неизвестно. В начале 40-х годов практика развития авиации обогнала его теорию. И на тот момент еще ни один ученый понятия не имел, как преодолеть звуковой барьер. Бартини же сделал разработку, позволяющую не просто его преодолеть, а преодолеть два раза. Звуковой барьер был преодолен только в 1947 году. И многим летчикам-испытателям пришлось за это преодоление заплатить своей жизнью. Вот, например, цитата из книги Ролазорова, книги о Микояне. Вот давайте я ее зачитаю. О грядущих победах Микоян думал очень много. Он стремился к ним, отчетливо понимая, как это нелегко. Листая зарубежные журналы, он видел на их страницах портреты людей с общей судьбой. Эти люди погибли при попытке преодолеть звуковой барьер. Со взрывом врезался в землю истребитель Мастер-4Б. Погиб французский летчик Константин Розан. В Англии над Фармборо развалился реактивный истребитель, который плотировал Джон Дэй. На самолете с Кайрой нас смертно стигла американца Вердина. Микоян внимательно всматривался в лица мужественных людей. Неужели правда, что дальше дороги нет? Впрочем, есть ли дорога или нет ее, но идти вперед надо. Тоже не буду голословно. Давайте посмотрим небольшой сюжет об этом. Трясясь в тюремном вагоне, Бартини непрерывно думает, какой самолет нужен для приближения победы. Он верен своему принципу предлагать только новое. В результате появляется проект реактивного самолета-перехватчика со стреловидным крылом. Идет всего лишь 42-й год, и о таких вещах никто даже не думает. Крыло всегда располагается под прямым углом к фюзеляжу. А Бартини делает его стреловидным. Он идет еще дальше. И стреловидность становится переменной, а крыло треугольным. Расчетная скорость и вовсе фантастическая. 2200 километров в час. Такая скорость будет достигнута только спустя многие годы. Лишь в конце 50-х появится истребитель МиГ-21 и перехватчик Су-9. И должен сказать, и со всей ответственностью сказать, это еще далеко не самое впечатляющее в работе Бартини. Например, перед войной Бартини разработал невидимый самолет. Понимаете, невидимый в прямом смысле слова. Невидимый не для радиоволокаторов, а невидимый визуально, для глаз. То есть это вещь, которая вообще стоит за гранью и которую по сей день никто разработать не смог. Как ему это удалось? Версии я читал много. Благо их сейчас публикуют в открытой печати. Но, боюсь, ни одну из этих версий нельзя считать научной. Ну что ж, давайте тоже посмотрим сюжет об этом. В 35-м году в СССР на одном из северных аэродромов был испытан секретный самолет-невидимка. О нем стало известно только спустя два десятилетия, да и то совершенно случайно. Завели мотор, самолет вдруг задрожал, и, как писали очевидцы, как бы размазался по взлетной полосе, и просто остался какой-то вот такой блик, еле заметный, и его не стало видно. А потом только слышно было, что он пошел на взлет, что он взлетел. Потом за ним взлетели два истребителя И-16, и эти истребители на звук пытались его найти. Потом было слышно, опять же, только слышно, но не было видно, потому что два кинооператора снимали весь этот процесс тогда на кинопленку. И опять же было слышно, как самолет приближается к взлетной полосе, как он сел, как он пробежался, остановился, выключился двигатель, и самолет вдруг, ну, проявился на взлетной полосе. Я впервые прочел об этом невидимом самолете еще в детстве, в 1977 году, в моем, на тот момент, любимом журнале техника молодежи. И тоже, естественно, был очень впечатлен. несложно представить боевые возможности невидимой боевой авиации. Почему невидимая авиация так и не состоялась, и почему Советский Союз благодаря этой невидимой авиации не сделал коммунистическим весь мир, боюсь, так и осталось тайной. Публикации об этом практически нет. Этот пример с невидимым самолетом тоже очень и очень наглядно показывает, что Бортини похоже владел знанием, неизвестным человечеством. Что тогда, что боюсь и сейчас. Естественно, разработки Бортини сыграли большую роль и в годы Великой Отечественной войны. В частности, наши советские самолеты начали бомбить Берлин еще в 1941 году только благодаря разработкам Бортини. Первые налеты на Берлин совершались самолетами, авиацией Балтийского флота с острова Эзель. Это было близко к Германии, но когда был захвачен этот остров, то самолеты на Берлин летали с подмосковных аэродромов. И это были самолеты Ер-2, это были самолеты конструкции Бортини. Это были единственные в то время самолеты, которые способны были долететь до Берлина, бомбить его и вернуться обратно. Нужно также отметить, что современников Бортини очень удивляло. Почему настолько умный, настолько его при жизни многие признавали гением, гениальный человек, пройдя через весь ужас сталинских лагерей, продолжает свято верить в идеи коммунизма. Вы знаете, это меня удивляло, как такой человек, такой умнейший человек, такой, ну, прозорливый, так далеко смотрящий, вот мог свято верить в идею коммунизма. Свято верить. Несмотря на то, что его тут мордовали в застенках, он свято верил в то, что дело-то это правильное, только его исказили, это все виноват Сталин, что это только, так сказать, вот неправильный способ внедрения в жизнь этого великого светлого учения. Ну, как я уже отмечал, современники Бартини не совсем правы в этом вопросе. Бартини действительно верил в коммунизм, но он существенно доработал коммунистическую теорию, и доработал ее до такой меры, что она перестала уже быть коммунистической. Но, повторяю, при этом она из коммунистической теории заимствовала и сохранила в себе все самое лучшее. И все-таки авиацию Бартини считал ремеслом. А делом всей его жизни, как он сам говорил, была теоретическая физика. Наше традиционное представление о Вселенной обходится четырьмя измерениями. Трехмерное пространство плюс время. Ученый создал свой мир, в котором существуют три измерения пространства и три измерения времени. Они взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Именно из шестимерной модели Вселенной в Бартини вытекла ноосферная концепция, которую сегодня приписывают прежде всего Владимир Вернадский. Это тоже не очень простой вопрос. Есть, например, даже мнение, что Вернадский украл в Бартини идею новосферы. Ученые мужи видели воровство, но никто не хотел сесть в лагерь за заступничество, потерять свое кресло в Академии наук. Они могли только тихо на ухо советовать. Именно поэтому до нас дошло то, что Вернадский свои работы своровал у Бартини. Идеи Бартини были присвоены Вернадским. Между прочим, один брат Вернадского в это время сидел в тюрьме, а другой благополучно возглавлял Академию наук и воровал чужие работы. Вор погонял вором. Вор сидел на воре. Что я могу сказать здесь? Я неплохо знаком с теоретическим наследием Владимира Ивановича Вернадского и я тоже считаю его гением. И я, безусловно, не верю в то, что Владимир Иванович занимался кражей идеи Бартини. Кроме того, Бартини практически никогда не гнался за своим научным приоритетом в области идей. Он их выдавал на гора тогда, когда общество, более того, даже наука, даже научная элита была и близко не готова принять эти идеи. Яркий пример, например, о идее шестимерной вселенной он впервые заявил еще в 1945 году еще в будущем тюрьме. А именно он заявил с докладом, он представил доклад вместе с другим заключенным, физиком Румером. Он представил доклад в Академию наук. Доклад назывался «Оптическая аналогия в релятивистской механике и нелинейная электродинамика», в которой он именно и показал эту теорию шестимерной вселенной, из которой в частности вытекало, что и возможны путешествия во времени. Советские физики, когда слушали этот доклад, физики-патриархи буквально попали в шок. Из этого доклада задолго до теории квантовых струн вытекало, что наша вселенная многомирна и существует множество параллельных вселенных. Кроме того, из этого доклада вытекало, что между параллельными вселенными, а также между различными временами, между прошлым и будущим, возможен тоннельный квантовый переход. Именно поэтому и становились возможны путешествия во времени. Дело дошло до СК КПСС, до его научного отдела, и СК КПСС на полном серьезе начал расследование, не является ли этот доклад розыгрышем. Что бы там ни было, прошло уже очень много лет, но физики помнят об этом докладе, и чем больше его изучают, тем больше склоняются к выводу, что Бартинь был кругом прав. Ясно также, что к своим идеям Бартинь пришел задолго до того, как записал этот доклад. И он нашел способ их обнародовать. Как я уже сказал, нашлось масса советских писателей, которые согласились в завуалированной форме идеи Бартинь пропагандировать. Пропагандировать через свои книги. Давайте тоже посмотрим небольшой сюжет об этом. Роберто Бартинь считал, что изменяя пространство, можно изменить время и наоборот. Прошлое, настоящее и будущее одно и то же. В этом смысле время похоже на дорогу. Она не исчезает после того, как мы прошли по ней и не возникает всю секунду, открываясь за поворотом. Говорят, в начале 30-х годов Бартинь вел тайный научный кружок, в который входили писатели Александр Грин, Алексей Толстой, Андрей Платонов, Евгений Шварц, Иван Ефремов и Михаил Булгаков. На заседаниях общества ученый рассказывал о трехмерности времени, о пятом измерении, о связи прошлого с будущим и настоящим. В общем, зачем, зачем, а за научным приоритетом в этих своих идеях Бартинь не гнался даже близко. По сути, он эти идеи просто дарил человечеству. Дарил, ничего не просил за меня. На мой взгляд, лучше всего из писателей и дисковцев раскрыть идеи Бартинь удалось Ивану Ефремову практически во всех его произведениях, особенно, конечно, в четырех его романах «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Часбека» и «Тайса Финска», а также Михаила Афанасьевича Булгакова. Из его романов я бы выделил два, вернее, «Роман» и «Повесть». «Роман мастера Маргарита» и «Повесть собачье сердце». Впрочем, конечно, здесь нельзя обижать и других писателей и дисковцев. Их вклад во внедрение в сознание людей, прежде всего, в Советском Союзе, этого мировоззрения переоценить невозможно. По сути, они готовы нас всех к восприятию этого мировоззрения, а воспринять его и принять будет непросто и очень непросто. Именно поэтому и так была и важна эта подготовительная работа. Дело в том, что мы все живем в постхристианской стране, которую теперь, кстати, опять искусственно пытаются сделать христианской. А из концепции Бартинни вытекает то, что Иван Ефремов в романе «Часабека» назвал концепцией «Инферно». Что это значит? Наш мир познал, поражен изначальным эволюционным извращением, которое абсолютно все в нашем мире уродует. Это извращение. И именно поэтому все мы в результате этого обречены на очень тяжелое страшное страдание. Наша жизнь, по сути, это путь через страдания. Ну, а значит, если и есть Бог, если и есть создатель всего сущего, то тот же Ефремов четко подчеркнул лезвие битвы, что ответственность за это, за «Инферно» лежит прежде всего на создателях. Можно, конечно, сказать, а что в этом, собственно говоря, нового? Тот же гностицизм к тем же самым идеям пришел еще 2000 лет назад. Так-то оно так, на новое, тем не менее, все-таки есть. Гностицизм не нашел выхода из этого. Сама суть «Инферно» выражается словами «Оставь надежду». Вся кто-то входящий. Бартини же выход нашел. Он показал, как победить «Инферно». Кроме того, доработав коммунистическую теорию, он также показал, как человеческое общество устроить разумно и справедливо. На этом я хотел бы закончить этот ролик. Большой разговор о том, что такое ноосферная концепция, как устроены наши мироздания и какие пути выхода из «Инферно» мы продолжим в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео в социальных сетях и на других ресурсах. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»